Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Лаура Иванова и сегодня в программе. Новая дорожная авария на трассе Азов-Ростов. Два человека госпитализированы в реанимацию. В Азове будут включены все котельные. Плановая остановка воды отменена. Суд по иску Азовского межрайонного прокурора против «Газпрома». Вечер памяти Сергея Есенина в седьмой школе. В Азове будут включены все котельные. Плановая остановка воды отменена. Информация об этом вышла в эфире нашего телеканала минувшим вечером и обрадовала азовчан. Однако долгожданного тепла так и не поступило. Вместо всех городских котельных к работающим 13 присоединились всего лишь 4 по адресам «Измайлова-71», «Спуск Александра-Невского-14», «Западный-4» и «Петровский бульвар-20». Сегодня в городском суде состоялось слушание дела по иску Азовского межрайонного прокурора «Газпрому» по поводу нарушений в организации отопительного сезона. Когда тепло придет в город? Узнать ответ на этот вопрос попытались наши корреспонденты. Сегодня в Азовском городском суде прошло заседание по рассмотрению иска Азовской межрайонной прокуратуры компании «Газпром Межрегионгаз» Ростов-на-Дону и к муниципальному предприятию города Азова «Теплоэнерго». В результате проверки по соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства прокуратура выявила незаконные действия ресурсоснабжающей организации по прекращению подачи газа на котельные МУК «Теплоэнерго», что стало причиной отсутствия горячей воды и тепла в многоквартирных домах, а также в больницах, детских садах, школах и других учреждениях. В этой связи прокурор обратился в Азовский городской суд с исковым заявлением об обязании «Трехгазпром Межрегионгаз» обеспечить поставку газа на котельные МУК города Азова «Теплоэнерго», а также, соответственно, обеспечить МУК города Азова тепловой энергией и горячим водоснабжением своих абонентов. Вчера вечером подача газа возобновлена в четырех городских котельных. Поскольку они обеспечивают теплом достаточно ограниченное количество объектов, на решение проблемы это практически не повлияло. Однако стало причиной, по которой представитель «Газпрома» попросил перенести судебное заседание на понедельник. Против этого возразила прокуратура. «Оставлять людей без тепловой энергии и горячего водоснабжения на лишние два дня я считаю нецелесообразным и неправильным. Но суд, все по его решению. Поэтому оспаривать будем позже». Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Людмила Улихина, «Азов.Инфо». Жители товарищества собственников жилья по улице Московская, 292, также обратились в нашу редакцию с вопросом, когда в Азове начнется отопительный сезон. Жители этого дома являются исправными плательщиками коммунальных услуг, как и многие азовчане. На сегодняшний день в городе полным ходом идет подключение котельных. С 8 октября работали только те, которые обеспечивали теплом 5 больниц, 3 школы и 8 детских садов. Среди них котельная «Дружба». Но жильцов по улице Московской, 292, не устраивает ее работа, так как нет полной подачи тепла. «Стали подавать нам температуру 42 градуса. Что такое 42 градуса? Это на 5 градусов больше температуры тела. Как можно такой температурой, которой идет трубопровод, как можно нагреть горячую воду и согреть все батареи на протяжении 12 тысяч квадратных метров нашего дома. Включаем отопление. У нас получается на входе 42, на выходе 25. 25 – это у нас с батареи выходит вода. То есть это ниже температуры тела. Согреться невозможно. Согласно стандартным нормам и правилам, если в доме имеется горячее водоснабжение, то вода меньше 70 градусов не должна поступать. На улице наступают заморозки. Температура воздуха ночи опускается до нулевой отметки. Днем не выше 6 градусов. В квартирах, по словам Натальи Крыгиной, термометр показывает плюс 16. Как нам сказал Чмыхалов, должны актироваться, что действительно холодно. Тогда мы поверим. Не то, что поверим, тогда будем принимать какие-то меры. Но я не понимаю, почему так над людьми можно издеваться. Возмущенные жильцы дома звонят в диспетчерскую службу, где им сообщают, что котельная работает. Но должного тепла нет. Этим самым высказывается вот у недоверия председателю со стороны собственников жилья. Так кто живет в заблуждении? А мне говорят, потому что я уже владею этой ситуацией, говорю, как это вы можете так уговорить, и когда в конце концов нам дадут тепло. Нам объясняют, вы же прекрасно понимаете, что у нас работало раньше два котла, сейчас 8 числа включили второй котел. Но мощности мы больше давать не будем. И будет повышение температуры теплоподачи только тогда, когда будет котельная работать на полную мощность. А пока вот между 42 и 48. По мнению Натальи Леонидовны, компания «Теплоэнерго» пытается решить свои финансовые трудности за счет добросовестных плательщиков. Что такое гикокалория? Все прекрасно сейчас знают, что у нас складываются самые основные параметры, разницы между температурами и проток. Допустим, в дом зашло 70 градусов, вышло 50. Я заплатила гикокалории, вроде бы у меня тепло и хорошо. Сейчас у нас входит 40, выходит 20. Те же самые градусы, 20 градусов. У меня будет оплата, моим жильцам будет выставить теплосетей, та же самая, как за качественную гикокалорию. Но извините, за что мои люди, как я им объясню, что вы должны платить за тепло, которого не было. В таком положении жильцы находятся впервые. Хотя на протяжении последних лет МОП «Теплоэнерго» некачественно выполняет свои обязательства поставки тепла. Сейчас вот они вроде бы как немножечко протапливают, возьмут с нас деньги, выставят счета за полноценную калорию и этим как-то поправят свое положение. Отнюдь у них будет убыток, потому что мы за это платить не будем. Потому что у нас есть, слава богу, приборы, которые нам фиксируют, какая пришла вода, какая ушла. И мы имеем право вот за такую поставку тепла не оплачивать вообще. Потому что нужно как-то считаться с людьми и уважать, по-русски говоря, просто не обворовывать. Мы обратились к директору МОП «Теплоэнерго» с вопросом, почему собственники жилья, проживающие по улице Московской, 292, не получают тепло в полном объеме. Потому что остальные котлы опломбировали «Газпрома». Мы сегодня поэтому судимся с ними. То есть они нарушают закон. Прокурор вмешался и подал выск на «Газпром». Вот сегодня было первое заседание, а на 19-е второе, думаю, что все-таки мы победим. А после подключения все-таки всех котельных, якобы сегодня будет, все четыре котла заработают? Конечно. Они пломбы снимут, и мы их включим. Иванна Голубева, Александр Исламин, Азов.Инфо. Сегодня заместитель главы администрации города Сергей Авдошин заверил, что в течение дня в городе действительно будут работать все котельные. Эту информацию подтвердили и в «Газпроме». Советник генерального директора «Газпромежрегионгаз» Ростов-на-Дону Ангелина Волкова сообщила, что губернатор дал команду до наступления субботы дать тепло в дома. Плановая остановка воды в связи с началом работы городских котельных отменена. Новая дорожная авария произошла в Азове. Сегодня утром на новой трассе Азов-Ростов столкнулись 30 автомобилей. В Азовскую больницу были госпитализированы 6 человек. Сегодня утром на 11-м километре дороги Ростов-Азов новое направление. По предварительным данным, по причине неблагоприятных метеорологических условий в виде тумана одновременно произошло несколько дорожных транспортных происшествий, в результате которых механические повреждения получили порядка 30 автомобилей. 7 человек обратились в медицинской помощи в больницу. В настоящее время движение на трассе Азов-Ростовного направления нормализовано, который ликвидировано. Несколькими часами позднее на трассе Азов-Ростов произошла еще одна авария. Автомобиль ГАЗ-322132, направляясь в сторону Азова, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ГАЗ-2147, который от удара перевернулся и перекрыл дорогу. В это препятствие въехал водитель автомобиля «Лексус». Двое человек, водитель перевернувшегося ГАЗа и «Лексуса» госпитализированы. Обо всех пострадавших в двух ДТП доставлены в городскую больницу номер один, сообщил главный травматолог Вадим Киян. Всего нам доставлено в нашу больницу поступило 8 человек. Пятерым из них оказана амбулаторная помощь, они отпущены в дальнейшее лечение в поликлинику. Госпитализировано в нашу больницу 3 человека. Два человека в тяжелом состоянии находятся в реанимации, прооперирован молодой человек и одна пациентка находится в отделении состояния в средней степени тяжести. В школе номер 5 прошел сегодня казачий праздник. Об этом интересном событии в материале Ивана Голубевой. Давным-давно это было. Молились как-то люди в церкви, и вдруг озарилась она светом. Подняли люди голову к небу и увидели Божью Матерь. Сняла она со своей головы белый платок, махнула им, благословляя молящихся людей. Она как бы закрыла своим покрывалом от бед и несчастья, и в это время пошел сильный снег. В школе номер 5 состоялся казачий фестиваль, посвященный покровам Пресвятой Богородицы. Участие приняли ученики с 1 по 11 классы и учащиеся лицея. Фестиваль у нас рассчитан с 10 утра до 3 часов дня. То есть это будут еще мастер-классы, будет игра, фестиваль сам. То есть они не только показывают песни и танцы. Есть номера, где показывают какие-то обряды, казачьи именно обряды. И тут же параллельно рассказываем детям о нашей истории. Для чего это, почему, откуда это все взялось. Принимает участие с лицея 8 класс. Наши принимают с 1 по 11. Каждый класс готовил блюда. Это совместно с родителями готовили блюда и дети тоже. Я знаю, что 11-классники, 10-классники наши готовили сами. Уже дети готовили. Каждый класс приготовил блюда казачьей кухни, а также концертный номер. Наши дети выступают на этом празднике, рады ему, приветствуют всех казаков в своем числе, облагораживаются на этом празднике. И этот праздник всегда детей обогащает, делает дружнее не только детей, но и коллектив родителей, учителей и всех вместе. Мы рады этому празднику и всех поздравляем с этим праздником. Как саду нам за рекой, казаки гуляют. Е-е-е, живо не робей, казаки гуляют. Я очень рады не только дети, но и родители. Подготавливались мы семейно тоже вместе и готовили пироги. И дети тоже, конечно, участвовали в этом, с помощью своей. Ну, мы рады все. То, что у нас школа сейчас продвигается с этими праздниками, всем очень интересно. Стоит отметить, что в состав жюри вошли профессиональные музыканты. Лучших исполнителей казачьих песен пригласят в состав донских казаков, либо гуля-россияне. Остальных участников фестиваля наградили дипломами и сладкими призами. За то, что ты, река без берегов, За каждую весну твою и зеневу, За всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь! За все тебе спасибо! Иванна Голубева, Игорь Скуднов, Азов. В школе номер 7 прошел вечер, посвященный памяти Сергея Есенина. Татьяна Ивашенко продолжит тему. В школе-интернате номер 7 состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию русского поэта Сергея Есенина. Как сообщила учитель русского языка и литературы Анна Карташова, в процессе подготовки к мероприятию учащиеся увлеченно изучали биографию поэта, задавали много вопросов, а главное, с упоением читали его стихи. Ребята пришли к выводу, что Есенин сумел сказать о русской природе и любви к родине просто и душевно. На вечере также выступили танцевальный коллектив «Орнамент» и народный ансамбль «Танца Радуга». Это им сказано, нет поэта без роги, даже имя он ее произнес с восхищением. Россия, какое хорошее слово! И роса, и сила, и синее что-то. Есенинская усть — это страна бревенчатых из голубых озер, без крайних полей, небо журавляй. Страна белых берез, душистых черегов, золотых рощ опавшего лёда. Там я встретил вверху, там со стопы метит, Распевал им песни под ветеря летит. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Дай джим на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой, полаем при луне на тихую бесшумную погоду. Пожалуйста, голубчик, не лежись, пойми, со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь, не знаешь ты, что жить на свете стоит. Руководитель народного ансамбля «Танца» Юрий Ткаченко к творчеству поэта относится с трепетом и не может говорить о нём без волнения. Очень хотелось, чтобы нынешнее поколение как можно больше читало, знакомилось с творчеством Есенина. И это было у всех молодых ребят, девочек, как настольная книга. Тогда они будут очень и очень любить нашу Родину. Педагоги Зинаида Баева и Анна Карташова уверены, что само чтение стихов Сергея Есенина помогает пробудиться в детских сердцах чувство любви к родной земле. Побегу по мятой стёжке на простор зелёных лет, Мне навстречу, как серёжки, прозвенит девячий смех. Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, Я скажу, не надо рая, дайте Родину мою. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо По инициативе донского губернатора Василия Голубева в регионе проводится День древонасаждения. Сегодня в селе Кулешовка облагораживали и озеленяли территорию вблизи памятника лётчикам. Принимают участие в Дне древонасаждения и наши детские реабилитационные центры, и сотрудники МЧС, они нам всегда помогают, сотрудники администрации. Поэтому сажаем деревья, благоустраиваем нашу территорию. Предварительно с нашими воспитанниками мы провели занятие с целью рассказать историю героического памятника, посвященного лётчикам 248-й и 742-й авиационной эскадрильи. Потому что воспитанники нашего центра проходят комплексную реабилитацию, и в том числе формируем мы экологическое воспитание, проводим патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни. И вот сегодня, я думаю, что в солнечный день мы все эти направления соединили в один праздник, праздник древонасаждения. История возникновения денег на протяжении веков волновала умы людей. Какими были денежные знаки и что на них возможно было приобрести в том или ином тысячелетии, какие они претерпевали изменения, Обо всем этом и еще о многом другом расскажет новая выставка «История монеты-банкнот», которая откроется в стенах Азовского музея-заповедника 18 октября в 14.00. На выставке будет представлено музейное нумизматическое собрание и предметы из частных коллекций. Завтра в Азове пройдет необычная акция арт-медиа-центра под названием «В город Азов прибывают зайцы». Любой желающий может встретиться с ними на Петровском бульваре с 13 до 14 часов, покормить их с рук мороженым, сфотографироваться и задать вопросы. И это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды, спонсор прогноза, сеть магазинов «Тешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. А завершит час эфира программа Азовского арт-медиа-центра «Лоскутки» и «Бум». А я прощаюсь с вами в надежде, что долгожданное тепло наконец придет в наши дома. Хороших вам выходных. До свидания. Медиахолдингу «Пульс» 25 лет. Историю страны в миниатюре хранят эти стены. Сегодня в нашей программе... Началось все задолго до этого в Азове. Давайте об этом не забывать. Смотрите нас каждый четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная 23, телефон 46-0-46, Московская 76, телефон 4-24-73. 17 октября ожидается ясная погода. Температура днем плюс 12-14, ночью 2-4 градуса. Ветер восточный 5 метров в секунду. Влажность воздуха 38%. Уровень воды в реке Дон на 21 сантиметр ниже нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 7 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин